Мы не занимаемся бронированием отелей, опять же, как и не занимаемся продажей авиабилетов. Мы затаскиваем на себя инвентарь других поставщиков и, соответственно, ищем, где этот отель купить дешевле именно сейчас, именно в этот момент. Цены различаются существенно, плюс разные условия по отменам, включен-невключен завтрак. Вот такие какие-то вещи мы людям показываем, где отель купить дешевле, потому что у всех с отелями разные контракты, разные условия. Кто-то работает напрямую, кто-то через холдселлеров, кто-то берет чьи-то готовые решения. И цена плавает, кто-то маркапит вверх, кто-то маркапит в ноль. То есть все сильно зависит. Для кого-то отель выкидывал спешл рейд, соответственно, мы находим, где именно конкретный отель будет дешевле стоить. То есть ты не берешь тем, что для итогового потребителя это реально гарантирует, что у тебя будет дешевле? Я не гарантирую, что у меня будет дешевле. Я гарантирую, что из тех поставщиков, которых я ищу, я найду самый дешевый вариант. То есть, возможно, есть какая-то неохваченная область, а где отель будет дешевле. Наверняка есть какие-то мелкие туроператоры в каких-нибудь Альпах, какой-то определенный регион. Но степень автоматизации этого участника рынка настолько как бы низкое и направление может быть не настолько популярным, чтобы нам было выгодно с ними работать сейчас технически. Технологически, потому что это занимает время, как бы деньги, подключение. Вот. И сейчас задача стоит охватить больших поставщиков, а потом идти к мелким и уже выходить может быть на уровень непосредственно отельеров, то есть конкретного отеля. Сейчас рынок двигается в ту сторону, что пользователи хотят покупать услугу у производителя услуги. А восприятие холлселера, букинга, неважно как назовем, как некий перекупщик на рынке, который где-то что-то скупил, маркапит вверх и наживается, как люди считают. Хотя многие не понимают, какая это огромная, тяжелая, большая работа, вот, найти, подписать контракты, законтрактировать все отели, договориться с менеджментом, чтобы это все автоматизировано работало. Это огромная работа, которая, определенно, стоит каких-то денег. Вот. Ну, люди, как бы, считают, что это просто, да, там, здесь купил, тут продал, ну, попробуй купи и найди покупателя, которому продать, вот, и удержись при этом еще в рынке со своими расходами. То есть, вот, политика такая, пока. Мы традиционно растем, то есть, у нас, как бы, мы растем быстрее рынка, вот, поэтому даже если на рынке какой-то наблюдается спад, как бы, мы у себя наблюдаем рост. Есть, там, зависимость, безусловно, от сезона, вот, то есть, там, ну, лето, горячий сезон, где-то к концу лета, там, продажи начинают проседать, вот, и после середины сентября снова он отрастает, вот, то есть, такого прям, что раз рынок обрушился, такого нет. Ну, вот, падение туроператоров, оно дает себя знать, и, на самом деле, для меня, как бы, это положительная история, да, то есть, люди переходят из бронирования туров, они начинают покупать билет самостоятельно, то есть, понимая, что риски ниже, вот, риски, ну, потерпеть, ну, как бы, попасть, вот, к обанкротничному оператору, они высоки. А кто этих операторов, сколько их на рынке, ну, люди, там, слабо себе представляют, их, на самом деле, много, вот, то есть, там, если не брать каких-то крупных, там, TUI, Pegas, Tuistic, там, какой-то Coral, там, Test Tour, много всякой мелочи, которые, черт пойми, что с ними происходит. Когда мы увидим банкротство таких гигантов, как Нева, ну, тут можно ожидать, как бы, от мелких еще больше, вот, поэтому нам эта ситуация немного на руку, хотя, конечно, людей жалко, да, пострадало от этого банкротства десятки тысяч людей, как бы, там, по каким-то оценкам сейчас до 70 тысяч людей пострадало, это, конечно, колоссально, вот, в авиации такого нет, ну, то есть, в гражданской в авиации такого нет, такого просто не может быть, это та ситуация, которая была, там, Савитера Тревел, она была спровоцирована незаконными действиями агента авиацентра и лично господина Богачева, который совершил, фактически, преступную деятельность, влез в гражданский договор между авиакомпанией и пассажиром, чего не имел права делать, вот, поэтому это было хорошим уроком для рынка, больше никто так не поступит и, соответственно, опасаться покупать билеты онлайн в плане того, что компания агента банкротится, человек не улетит, это не так. Может, и банкротится авиакомпания, человек не улетит, и такие случаи были уже, но с точки зрения агентского бизнеса здесь все прозрачно и честно. Я затрудняюсь ответить, на самом деле, меня больше всего пугают заявления, некоторые, ну, какие-то такие слухи о возможном введении выездных виз. Вот это ударит очень сильно по рынку. Вот. Все остальное, скажем так, не настолько сильно бьет, все идет к автоматизации процесса, как на уровне отеля, автоматизация процесса по приему гостей, учет инвентаря, так и на уровне бронирования, чтобы не было вот этих там факсов, вот этих e-mail, чтобы системы взаимодействовали между собой в плотном режиме, и не возникало таких ситуаций, что вот коллега прилетела в Москву, забронировала отель на Островке, пришла в отель, а, говорит, комнат нету. И в итоге Островок вместо нормального отеля предложил какой-то занюханный номер в каком-то хостеле. И вот об этом я буду писать очень жестко, как бы, и буду гнобить Островок, как продолжал гнобить. Потому что, ну, за 50 миллионов не создать никакого продукта, который нормально работает, ну, извините меня, это как бы не умение работать вообще. Вот. Тратить деньги на массажисток, преподавателей по йоге, это не бизнес в интернете. Извините, хотите тратить деньги на преподавателей йоги, открыть у йога зал. На массажисток, массажный салон. Как бы, занимайтесь вот этой вот историей. Как бы, не лезьте в то, что вы делать не умеете, как бы, и не понимаете. Ну, безусловно, как бы, планируются разные маркетинговые истории. Просто сейчас ход и лук в такой стадии. Это, как бы, уже не бета, это уже рабочий продукт. Вот. Но мы серьезно работаем с юзер-экспириенсом, там, улучшаем качество продукта. И, как бы, пока не дожмем его до определенного уровня, мы не стартуем такой вот массовой такой маркетинговой историей. Вот. Мы чуть-чуть там, конечно, занимаемся. То есть идет работа, как с какими-то конкурсами, площадками, там, с социальными сетями. Вот. Но это не массовая такая прямо долбежка в рынок. Вот. Сейчас мы дожимаем продукт до той стадии, когда можно будет предложить нечто более, ну, как бы, нечто уникальное для рынка, уникальное торговое предложение сделать. Вот. И доносить его людям. То есть найти вот ту часть, как бы, которая позволит нам дистанцироваться от рынка. То есть, ну, не играть на поле Booking.com, да, как бы, как пытается это делать Островок, а играть на своем поле и искать свою аудиторию. И давать им то, чего не дают другие. Мы вот к этому идем, есть понимание, как это делать и в какое направление идти. И, собственно, скоро этот продукт появится на рынке и будет интересно. Это не весь спектр, это лишь часть спектра. На самом деле, дополнительных услуг там огромное количество. Человеку нужен трансфер в аэропорт. Вот он прилетел обратно из своей поездки. Ему нужно заехать в магазин, купить еды. И, грубо говоря, таксист его встречает в аэропорту, у него уже в сумках еда, которую он купил. Человек приезжает из отпуска, у него набор продуктов, к которым он привык. То есть, он, как бы, не в панике такой, а что пожрать. То есть, есть масса, масса вещей, которые не покрыты вообще никем. И продавать их, как дополнительные услуги, очень здорово. Их можно зашить там в рамках какого-то предложения, там, по трансферу, там, в пакетный тур их зашеить. При этом, как бы, маржинальность там может быть довольно высока. Вот. И это при невысокой стоимости, маржинальность высокая. И, в итоге, мы получаем, то есть, мы можем продавать авиабилеты в ноль, отели в ноль и зарабатывать за счет продажи вот этих вот дополнительных услуг. Я об этом хожу и рассказываю на конференциях пятый год. Про то, что надо, там, зарабатывать на дополнительных услугах. Ну, и кто это сделал? Ну, большинство, там, вот, билетных сайтов, да, ну, прилепили себе страховку. Ну, окей. У кого-то продается, у кого-то хорошо, у кого-то хуже. Вот. Ну, а дальше, как бы, следующий шаг не делает никто. Ну, будут дальше рассказывать. То есть, мы, поскольку не являемся точкой продажи, вот, мне очень трудно, как бы, апсейлить, да, вот эту услугу. То есть, это надо делать на странице, где пользователь вводит данные свои, там, карты, там, себя. Вот там, вот в этом месте тут должен происходить апсейл. На моей стороне это, ну, так, более, такая, трудоемкая история, перегнать человека, как бы, заставить его купить в одном месте одно, там, в другом месте другое, в третьем месте третье. Надо вот это все хайство, конечно, пакетировать. Поскольку мы не занимаемся продажей, мы не являемся точкой приема денег, точкой входа платежа. У нас несколько сложнее с этой историей, но, тем не менее, мы, как бы, даем людям спектр услуг. И трафик с авиабилетов перетекает в отель, перетекает в rent-car, вот, и там где-то какие-то продажи возникают. Вот, ну, это закономерность. Ну, в нашей ситуации мы находимся, вот, не являемся точкой приема платежа, поэтому у нас апсейл сложнее идет. Спасибо. Спасибо.